А знаете ли вы, что Беларусь стала первой страной в мире, где у птиц появились персональные телефонные номера? Таким оригинальным способом общественная организация Ахова Птушек и Батьковщины в тандеме с одним из ведущих мобильных операторов страны решила помочь людям выйти на связь с природой в буквальном смысле. Давайте ширую кухаковку и серую неясыть. Так, посмотрим. Первые личные мобильные номера появились сразу у десяти птиц. Среди них известны многим соловей, снегирь, черный дрозд, зяблик, серая неясыть, щегол. А также птицы, которые не так на слуху. Вяхерь, зарянка, лазоревка и крапивник. Кстати, выбирали не методом тыка, а прицельно. Мы выбирали самых таких вот или голосистых, или ярких птиц. Потому что там есть вот зарянка, малиновка, которая очень-очень красивая. Ну, самый невзрачный, наверное, из всех этих птиц там соловей, потому что он коричневый, он похож на камышовок для неспециалиста. Но по голосу это номер один. И еще именно этих представителей пернатых белорусы могут услышать в парках, лесах, а иногда и просто открыв окно собственной квартиры. И если раньше вы были не в курсе, кто там причудливо свистит и черепает за окном, то сейчас есть возможность расширить свои познания. Упростить человеку доступ к живой природе, даже с помощью телефона, ну, видишь по-разному. Кто-то в больнице слушает, кто-то там дети на карантине там какие-то сидят. А соловей поет только вечером, а хочется его послушать днем. Соловей уже отпели. И эта же инициатива, она не на месяц и не на два. Кстати, звонки на все 10 номеров бесплатны. Исключение составляют только те, кто находится в роуминге. Интересно, что сперва звонящий попадает на так называемого птичьего секретаря, чьи роли примерили на себя актеры Купаловского театра. Роман Подоляка и Кристина Тробыш. Здорово. Но я вчера эти птички на даче все слышала. Теперь можно в Минске. Песню он мне исполнил, а смс-ка это перевод его песни. Я так понимаю? Класс. Слушай, каждый день буду звонить и буду слушать, что он мне будет петь. Ну что, все заняты и некому поднять вам настроение? Воспользуйтесь ситуацией, позвоните Дрозду. Он с радостью откликнется. Осталось добавить, чтобы услышать пение птиц, достаточно просто набрать специальные номера. Воспользуйтесь. Продолжение следует...